Вот что такое, я слышал. Тем не менее, сложно запредиктить, но, наверное, я отдаю предотвращение тут в OneMove, вот такое номинальное на бумаге, но много покажу драфты. И вот сейчас они как раз начались, уже пикается Doom FP, и мне это уже начинает нравиться очень. Ну и будто бы Doom изначально не для Широгарата, потому что Широгарат больше любитель поиграть как раз-таки вот на брутке. Я бы часто видел, Enigma появлялась в прошлой игре, покупаются грибцы постоянно, а Doom будто бы не тот герой, знаешь, который грибцы купит. А это сейчас самая популярная аура. Смотри, Doom в принципе это флекс-герой, его можно поставить мид на тройку, можно даже на саппорта за флексией, то есть даже на пятерке, на четверке он не теряет своей актуальности. На пятерке, конечно, не так много кто его использует, но на четверке Doom, мне кажется, по-прежнему сильный, так что хороший флекс-герой. И сразу же ответ в виде Рубика, который этот Doom может своровать, это тоже какой-то скилл матчап, получится или нет, но в принципе ответ хороший. Ну у нас уже очень много Рубиков на турнире себя проявилось с лучшей стороны, добирают к Рубену, они еще и ничего себе Магнуса, такой сразу тимфлайт, заявка. В теории, кстати, это может быть Магнус тоже сапп, но для этого нужен какой-то кор, на которого ты будешь по КД вешать сплэш, который будет качаться очень быстро. Слушай, насколько я знаю, сейчас модный именно Магнус Корр, вернулся он на троечку в частности, и как раз он может и собрать грифсы на команду, и пайп, и в целом давать РП и бафы, то есть достаточно такой разносторонний герой. Так что OneMove тут заготовочку такую на дабл пик показывает, и в целом могу сказать про Васю Afterlife, он всегда на этом Магнусе любил играть, так что я думаю, это безусловно позиция 3 для OneMove. Ну да, Afterlife я тоже вспоминаю, именно прошлые квалификации, как он там исполнял, катал, было жестко. А вот Рубик, кстати, это интересно, потому что и Гилгир на Рубе, не любитель порубиться, если я ничего не путаю, у него там 30-й левел Рубик. И Пантомем тоже выкатывал Рубика 5, а в прошлой игре против X3 Рубик 5 тоже довольно многое сделал, поэтому на разные позиции он флексится. Ну и будто бы да, сейчас вроде такой, знаешь, хайповый интересный Магнус, но если вдруг Doom прыгает на него, дает ультимейт, то у тебя вот и все ауры отключаются полностью, никакого РП это не дашь. Да, я вот недавно прошел турнир и читал Пантомем, то, что против него сказал, там OneMove новым составом как раз выступили не лучшим образом. Он говорит, раньше мы играли, старались прям строго действовать по плану, по методичке, сейчас мы играем по кайфу. То есть нет того, кто там останавливает, знаешь, говорит, нет, мы туда не бежим, вот просто сердцем чувствую, что надо бежать, бегут. И в общем, пока что дисциплины у этого состава нет, по словам Пантомема, так что посмотрим, насколько это скажется в этой игре. Иногда это плюс, иногда минус. Ну вот тут у каждой команды свой вайп, знаешь ли, добрали они все-таки Худвинг. Интересно, кстати, ты не знаешь, у X3 же все так же тренером база заявляется. Да, насколько я знаю, не поменяли они его, и Худвинг в прошлой карте, кстати, на пятерке играл, это достаточно нестандартное решение. Все-таки привыкли мы видеть на четверке, особенно после фикса шарда, сейчас с быстрым шардом на 15 минуте Худвинг вносит тонну магического урона, поэтому я думаю, стоит определенно ставить на четверку этого героя. Ну кто знает, просто там Илон, знаешь, амбассадор таких героев, именно четверок ближнего боя, типа Тини. Вот на клоке он у нас тоже исполнял, такой молодой и талантичий, действительно, ему там то ли 15, то ли 16 лет. К сожалению, Ликвипедия пока, знаешь, у многих игроков просто профиля банально нету, ты заходишь и информации очень мало. Забанили снэпку, тоже довольно метовый герой. Для меня было удивительно, что этого персонажа в мид, знаешь, начали пекать. Ну действительно прикольно, выглядит через там трава лага, ним. Ну пока нет какого-то сетапа, под Самфайр такой же сетап, тут же Дум Худвинг, все-таки не знаю, насколько стоила тут бана. Вот Манки Кинг Урса достойные коры темповые, которые и под Магнусом быстро фармят, да, банально, потому что им Баттлфьюр не надо брать, в частности Урсе. Во-вторых, и Линию спокойно выигрывают против любого милищника, так что Текстритл хорошая бана, в принципе. Да, банится Урса. Ну тут, возможно, знаешь, бить по сигнатуркам стоит. Я вот, допустим, знаю, что Манкуш, он же любитель поиграть на МК, как раз-таки тоже, по-моему, грандмастер этого героя. Просто взяли, вырубили Манки Кинга, плюс это хороший герой, как и Урса, к слову, на Линию к Думу. Поэтому, ну есть такой микронамек, знаешь, что Дум может быть все-таки тройкой. Но, опять же, я не до конца понимаю, как он себя реализует, потому что грифсы сейчас тир-один айтем для третьей позиции. На Думе их делать, ну, как-то странно. Я тебе так скажу, грифсы можно и на пятерке сделать, то есть какой-то условный ондайн, если появится, через макшен Диккей, он быстро отпушивает линии, фармит. В принципе, можно добраться. Но просто суть в том, что хочется грифсы пораньше взять, из-за того, что сейчас 25% для того, хп надо для того, чтобы включилась эта аура. Регенит очень много тебе хп в секунду, так что хочется собрать именно там на 16-й минуте, чтобы вот иметь вот эту силу, так как со временем теряется вот эта сила бафа. Забанили Тинника, как раз-таки Тинни неплохой герой, мне кажется, под вот этот сетап от Ван Муф, и на Тинни, кстати, рубится Элон сам на четвертой позиции. Я все-таки предполагаю, что это Белка, наверное, 4, Дум 3 в данном случае, но довольно просто будет подобрать линию сейчас в Ван Муф, потому что они четко знают, какие герои против них пойдут. Ну вот Ликана забанили в Ван Муф, это Шаргарата, так сказать, персонаж, который очень много всего делает. Дум по-прежнему флекс, Тускар также банит, то есть понимают, что этот Дум может пойти на многие позиции, банят и мидера, и оффлейнера, и даже четверку, я так понял, снафаер. Ну, мид мы тоже видели, ходил все-таки найти Нарвал, так что пытаются по всем позициям пройти, все варианты предусмотреть в Ван Муф, и сами берут сейчас Кокверка. Позиции, скорее всего, как раз не хватало им какой-то такой инициации, мгновенной фронтленера, кто пойдет вперед, так как Магнус, он далеко не всегда хочет первую прыгать, хочется ему как-то позицию выждать, и потом уже прыгать с РП или кого-то отвезти. Ну, плюс контроль в БКБ, а у Дума довольно быстро Блокинг Бар появляется за счет Девайвера, он быстро фармит, и часто второй шмоткой после Мидаса БКБ появляется. Поэтому круто, что есть хукшот, очень, знаешь, много сетапов у Ван Муф, такое ощущение, еще бы берстак кого-то добрать, и было бы великолепно. Чем будут ХЗ отвечать? Берут того самого Ван Дайн, как о котором ты говорил, возможно, действительно ими он, и он займется какими-то аурами, но изначально это неплохой герой на линию против как раз-таки Магнуса. Да, для меня удивление то, что вообще Андайинг, он стал героем как-то второй стадии, раньше его вообще любили пикать и в первой, и на ФП, и на Даблпик, сейчас как-то уже немножко отстраняются от него, и сразу на Даблпик Морф. Вот это интересно, потому что могут его сейчас закрывать, как в пуле тот же, например, есть ПЛ, который отлично как против Андайга, так и Морфа заходит. И в целом какие-то герои, возможно, какой-то Сларк, может быть, Тролль. Ну, насчет ПЛ, насколько я знаю, все-таки не пофиксили этот баг, знаешь, когда Морф применяет свою ульту к иллюзии, и она применяется автоматически на героя. Возможно, по этому поводу пикают просто дровку, метовый персонаж, но опять же, как бы нету бафа Магнуса здесь банально, то есть пока он не работает, и не знаю. Я все-таки привык, знаешь, с Магнусом видеть еще кого-то милишника Кора, который начинает очень быстро качаться, типа Тролля там, и вливать автоматский дэмэдж в РП. Да, сейчас уже как-то не мета ПЛ, поэтому беру дровку, но дровка, в принципе, хороша. Магнус в любом случае дает бонусный урон, и дровка себя чувствует неплохо, так что, думаю, в принципе, в One Move тут должно быть все хорошо, так как и к фронтлене есть Клок, и Магнус может прыгнуть. В принципе, драфт выглядит балансным, и также дровка, что не менее важно, не страдает от дума. Да, есть такой момент. Ну, дровочка, на самом деле, сейчас такой хайрейт-герой, довольно часто ее берут, насколько я помню, вот и на медиалиге, и на групповой стадии этого турнира, то есть там прям пикрейт у нее абсолютно сумасшедший, ломает томбу, что тут можно сказать. Ну и Рубик, мне кажется, Рубик, кстати, хороший герой в Морфа, потому что есть моментальный сетап в виде Телекинеза, воровать томбу довольно просто, и это дровка метовая, не знаю, сверху опять все, знаешь, на гиперасполнение. Вот почему-то X3 любители взять таких героев, типа Энигма там, Манки Кинга какого-то там, найти Нарвал, опять же, любители сыграть на Снэпфайр, где везде надо вот индивидуальный скил именно включать. Ну вообще, Дум простой герой, тут особо индивидуального скилла не надо, Морф это правда, то есть надо хорошо на нем уметь играть, все прожимать. И вот сейчас не хватает для X3 плеймейкера какого-то, байн как раз Эмбера, One Move против X3, чтобы не было какого-то хорошего начала, так как Морф и Дум, они все-таки немного жадные герои, они как коры ничего вначале не делают, они хотят фармить, и Дум там раз в две минуты нажимать, и то не всегда. Будто бы плеймейкер нужен и снизу, и сверху, на самом деле, то есть активные герои сейчас банятся. Остается из таких у нас пак и Void Spirit, которые ныне не особо в мете. Ну, мне кажется, паку, кстати, прикольно относительно в этой игре, потому что есть сапы, которых можно моментально лопать, сверху, допустим, пака вовсе нечем ловить, кроме Думы. По ощущениям в One Move нужен какой-то бёрст, кстати, ДП может нормально зайти как против Дума, так и в целом, то есть там много физического урона у них будет, и магического слэш. А для X3 действительно нужен какой-то Эмбер, которого забанили, и вот что-то такое, чтобы цеплять можно было. Так как сейчас, если посмотреть, ноль станов абсолютно у них, надежда только на Дума, который возьмёт там Блинк и стан Кентавра, либо Шард купит. Это пока что единственный стан такой нормальный, то есть либо пытаться просто худенько привязать в сетку, но опять же так нормально не сыграешь, то есть надо что-то более надёжное брать. Ну, какой-то, да, точечный дизейбл. Есть вот, кстати, Мирана, знаешь, из нестандартных в мид, которые вот пикали у нас в прошлой серии, тоже такой забавный персонаж, который сейчас через Глитнир часто катает, и у тебя вот эта постоянная подвязка, как будто бы у тебя есть чайный Эмбер, знаешь, плюс дополнительная стрела, все дела. Думаю, долго над баном ребята из OneMove. Да, видимо, чекают пул найти Нарвала. Я от себя скажу, я с ним играл, у него очень большой пул героев, поэтому вряд ли его можно вот сейчас забанить за эти два бана. Я думаю, даже если там забанят кого-то из его пула, у него там ещё найдётся героев пять, так что, в принципе, X3 тут должны чувствовать себя комфортно. Да, и нужен какой-то герой, наверное, не шибко жадный, при этом который будет лететь вперёд. Возможно, вообще вылетел Лобби или ещё что-то из этой серии, потому что остаётся 8 секунд резерв тайма, если что, то есть надо же ещё над Ласпиком ребятам из OneMove подувать. Ну нет, бан отправляет просто в Зевса. Странно. Ну, это, видимо, тот самый контроль, о котором ты говорил. Ничины, конечно, но, тем не менее, болты постоянно залетали бы довольно неприятные. И пикается пак, как я говорил. Ну вот, да. Классический пак, который даёт Койл раз в минуту, как раз контроль и сайленс, и в целом может начать драку. Под неё ставится Томп, также Дум прыгает с Худвинком. То есть сейчас уже у X3 смотрится драфт гораздо приятнее, чем он был до пака. И OneMove должны кем-то закрывать. Опять же, в принципе, драфка нормально против Марфа себя чувствует. И, возможно, вот от себя добавлю какой-то ДК нормально бы зашёл сейчас, чтобы против пака. Это фиксация тоже мгновенная. Ну, Void Spirit. Это более классический вариант, я скажу. Но, опять же, это работает в обе стороны. То есть либо пак тебя может цепануть и убить за Каленс, либо Void Spirit можете отцепануть с Еулом, поставить реминант и из Берси. Да, но у Айнкарада будет же ещё агоним в будущем. Это вот этот Сайланс, ВУЕ, который тут противен абсолютно всем героям, кроме Дума, у которого будет ранее БКБшка. Ну, в общем, по драфту, мне кажется, чуть более метовой драфкой, знаешь, чем Морф. Вроде как винрейт у Void Spirit и хороший против пака. В общем, я за OneMove. Твои какие мысли? Я думаю, что у X3 драфт проще, но OneMove, он всё равно, если её там правильно исполнить, опять же, Void Spirit переиграет пака, а то у драфт смотрится, так что я тоже немножко предпочтение отдаю OneMove. Ну, тогда полетели смотреть. Игра в скором времени начнётся. Для X3, как мы уже отмечали, довольно важная карта, довольно важный матч, но чатик верит в них не особо сильно. 33% на OneMove 67. OneMove 67. Фан-база, видимо, набежала. Хотя Широград в последнее время, он очень медийкой плотно занимается. Если ты видел, у него на Boosty, насколько я знаю, есть свой канал, где, типа, всякие гайды заливает. Там, по-моему, подписка стоит 100 рублей или что-то около того. Вы можете зайти и научиться играть на тройке. Вот такая инвестиция. Я обязательно на тройке захочу играть. Тут Широград как бы топ-1 в моём списке будет. Да, и действительно, сейчас он будет играть на думе. Спокойно будет себя чувствовать. Большой нетворс иметь. Я думаю, покажет он, как тут надо всё делать. В принципе, опять же, у X3 всё смотрится просто. Морф нафармит, Doom нафармит. Пак будет начало делать с там дайингами, белкой, и всё. В принципе, на этом у них ставка основная стоит. Я вот знаешь, о чём подумал? Вообще, в целом, о плане на групповую стадию для команды BZZEKO. Потому что, по факту, у тебя 4 матча. В этих матчах ты 100% встречаешься с Spirit. То есть, они тоже в группе B. И будто бы их победить будет тяжело. А это значит, что и OneMove, и PokChamp надо пытаться обыгрывать. Поэтому противостояние максимально важное. Чем славится X3 на этом турнире? Они дважды отдали вторую плат. Но сейчас идут двои. Здесь залетает DK по четверым утондаингам. Много всего он ворует. Входит сюда Шраград Владимир. На пару с Мархо много дэмэджа. Разбили лицо к локверку. И в за шеи прогоняет ещё и Анкрада. Неплохое начало. Да, вряд ли цепанут кого-то ещё. И OneMove тут критически ошиблись, можно сказать. Они шли, ставили такой агрессивный вард на хайграунд противника. Его, кстати, могут сейчас снять, так как должны понимать, что в смоке тут ставили были вард. И опять же, вы ревелились в смоке, отойдите. А вместо того, чтобы отойти, они бегут дальше и просто их X3 принимают, убивают спокойно. Афтерлайв. Вылазка под номером 2, попытка забрать руну. Тяжела, конечно, задача против морфинга. Но сейчас нажмёт первый, я думаю. И руну украл, кстати говоря. Круто. Афтерлайв украл. Не в пользу OneMove, да. Но понимали всё-таки OneMove то, что морф, и морф не особо силён на линиях. Тем не менее, X3 как раз за счёт Undying'а смогли тут перевернуть. Коэффициент 1.65, несмотря на First Blood от X3. Но, как ты сказал, это немного балансит руны, безусловно. Вы же, дорогие друзья, не забывайте взлетать на сайт BadBoom, чекать замечательные крутые акции. Их признается много. То есть у нас тут промокод Xmas на этом турнире. Если смотреть на медиу-лигу, там промокод свой, плюс огромное количество клубов. В общем, от BadBoom много всего крутого можно получить. И я смотрю на эту линию, знаешь, где Афтерлайв подошёл, уже очень сильно получает по лицу. Здесь Ятик играет через нашумевшего Undying'а с кучей, опять-таки, мангусов. Он лицо и Рубику пока что разбивает, и Афтерлайву тоже больно. По ощущению, с получением второго левела можно здесь убийство будет найти. Да, сейчас, как с Undying, так чувствует себя отлично, потому что вот поменяли ему Дикей в одном из основных патчей. И вот эти Дикей, они регенят, дают ему бонус на ХП, и противник должен их выбивать. Также вот эти мангусы, то есть это основное то, что есть. Так что Undying себя чувствует тут очень круто против этой линии. Мне кажется, даже фри-линия для Марфа будет поэтому. Да, круто. Для Badic'а тебе же нужен такой бэбиситтер, знаешь, который круто даст ему полейнить. Ооо, а тут ещё и кил для Несфера. Нет, ну, Морф, очевидно, это слабый герой на линии, и его там пытаются, знаешь, максимально за Бэби-Сити до третьего левела. Но когда он делает вот такие вот киллы, это о многом говорит. Для Х3 пока великолепное начало. Но опять же, очень стеллозависивый матчап сейчас в миде, и тут найти на рвалу очень важно мид не проиграть. Ну да, когда я говорил фри-линия внизу, я не подразумевал то, что Магнус может умереть вот так. Это очень плохо, и Морф начинает разгоняться за счёт этого. Так что, думаю, тут надежда уже только наводит Спирита, что он начнёт как-то его гангать, так как Морф, его сложно будет очень остановить, если он будет с фри-фарма. Да, момент довольно важный, всё-таки Морфу, ну с моментом, как добавили вот этот новый Аганим, всё стало довольно круто. Он сейчас действительно может засноуболить довольно сильно с появлением этого айтема. Убили Якива, но у меня по ощущениям, знаешь, что Undying сам шёл вперёд, чисто чтобы разменяться там как-то ПХП, погибнуть, закупить себе кучу Мангусов и с фулл-ресами уже вернуться на линию. Да, то есть ты убиваешь, вроде, Undying, круто, килл, а он прилетает в лоу и опять 10 деке в себя даёт, ну, некомфортно ты себя чувствуешь в любом случае. Так же вот он берёт тамбу, и с тамбой уже сложно будет как-либо размениваться, так что в любом случае внизу линия за Х3 должна быть. Ну видишь, очень много Undying купил себе Мангусов, за счёт этого не было Сент-3, вернее была одна, и он не заблочил большой кемп, этим воспользовался моментально. Рубик, пару крипов слил однозначно оба нейтралов, но Аморов получил тем временем третий левел, у него уже есть стики, есть райсбенд, ветки, тангусы, то есть я думаю, что на сферу чувствовать себя будет здесь просто великолепно. У Undying есть такой, знаешь, потенциал, очень нехилый левел лапнуть, поубивать с этой томбой, и вопрос будет ли он детей действительно максить, пока что нападение на Гилгира, дэмэджа много, ставят тот самый топстоун, в ответ Телекинез убить не получилось. Это погорячился он немножко, всё-таки рановато он поставил этот томб, хотя Гилгира, он просто не убивает этих зомбей, и из-за того, что бил томб, бывает сам. Это как там, есть такое голосовое, что это самая сложная смерть в жизни просто, и вот у меня такая ассоциация сейчас случилась, потому что заигрался Гилгира, начал бить томб, и в итоге не увидел, сколько зомбаков на нём. В Ирайл премия Дарвина, знаешь, за самую глупую смерть, вот Рубик бы в теории получил. Действительно ошибка, будто бы в OneMove немного не проснулись, хотя если смотреть на верхнюю линию, тут всё попроще. Ну, с другой стороны, Пантомим, опять же, против Шараганата Владимира, один на один, он пободаться может, но мне кажется, основная сила кулака в том, что он никогда в жизни тебе не даст отпурить, уж больно он в этом плане силён. Да, сложно выходить от крипов, размениваться против кулака, кулак всегда может и батареями тебя забить, и в целом там коги поставить как-то, так что тут тоже линия хороша, вздровка у них боковая. Показали нам на сферу статистику на морфлинге, хороша, но знаешь, у нас почему-то очень много вот короб с великолепной статой, и я так смотрю сейчас мета, что тебе не пикают, знаешь, вот такие герои по типу там, ой, да я сыграю, смотришь там бенрейт 20%. То есть везде ассигнатурки, сейчас все, в принципе, игроки приспособились к тому, что у них там есть в активном пуле герой в пять, стабильных, хороших, на котором можно классно исполнить. Да, и вот сейчас пак уже почти шестой левел, половина левела ему осталась, очень важно будет, насколько пак будет хорошо двигаться, так как, ну, любой килл по карте, по сути, должен случаться через койл, потому что, опять же, если возвращаться к станам, у x3 только белка помимо пака может цеплять в ранней игре. Да, ну, и знаешь, такой момент есть, что вот до этого я смотрел игру, и там у x3 было пять станов, то есть на каждом герое было дизейбл, но это им не помогло, ой, здесь мультишот полетел, он каким-то чудом все стрелы задоджил абсолютно. А тут Шаргарат их танканул, я тебе так скажу. А, все нормально. Впрекся, так, за белку, да, своим пузом, можно сказать, защитил большим на думе. И, в целом, я смотрю, ауру он съел на мультик, так что эта аура очень сильно помогает убежать от дровки. Тут продолжаются у нас размены, да, тут Афтерлайв пытается этого андайинга просто подальше откинуть, достал он его, эти бдк, мне очень приятно стоять милишником силовым против андайинга. И имеет всего он 19 крипов против 33,4 у морфа. Да, жестко. На самом деле, это такие отпулы обоюдные, пытался просто закинуть, видимо, Афтерлайв на глазик своего оппонента, но чуть-чуть буквально не довез. Вы же, друзья, не забывайте залетать на сайт BadBoom и за счет промокода Xmas лутать 1000 рублей при регистрации в приложении. Приложение также довольно легко устанавливается. Ну и кроме того, это полезно, знаешь, там в лайве иногда очень много кэфов, можно приятненьких захватить. Афтерлайв, ну, на линии пока что чувствует себя не очень хорошо, а думаю, ты такой герой сам по себе, который даже с плохого лейна всегда денежку вывезет. Взял землю в 2, понятное дело, третий здесь особо не нужен, потому что играет против дальника. Да, Деваур взял в 2, в принципе, в любом случае камбэкнет тут, если надо будет. И я и так скажу, что у него нетворца наравне с дровкой, то есть ему даже и камбэкнет не надо, у него все хорошо. Афтерлайв просто его закрывает и это килл, отлично тут играет Пантомем. Увидел он, что можно поймать Дума, который неаккуратно играет. Жесткое это было. Но опять же, X3 они очень кайфово, знаешь, качат обычные линии, убивают, но здесь ванмуф неплохой отфор дают именно по разменам. Ядев очередную силу зарядил, 12, между прочим, стаков набрал здесь, ответить пока ванмуф не могут. Но я думаю, это пора до времени, в любом случае там Афтерлайв свою денежку, свой левел получает. Интересно, как себя реализует Гилгир в этой игре на Рубене, потому что опять же, в прошлый матч смотрели, там ворованные Блэкхоллы были. Афтерлайв пока что просто разминает своих оппонентов по ХП. Да, но тут воровать можно круто и Дум, и Тамбул, и Упака что-то можно подворять, какой-то с Аленсом или кое-как. В принципе, для Рубика игра очень хорошая. Но пока что вот лейнинг минус его, не получается как-то морфа обыграть тут. В целом, ну, мало у кого может получиться, чтобы морфа победить на линии. Ну, такие статичные пока, знаешь, моменты, морфа вроде как не убить, дровку вроде как тоже, и ждем подключения от мидеров. А вот, кстати, и они, Айнград запрыгивает, мне кажется, не туда, у него в кулдауне находятся все способности, но я имею в виду Астрал Степа, поэтому его цепляют, но Рубик нехило помог, у Айнграда будет возможность отсюда убежать. Сломает Томбу, получил очень много денег, и застистил килл, получается, и Томбу забрал. Вот немножко ошибся, Айнг тут, как по мне, если бы Тамбас стоял на хайграунде, то это мог бы быть килл, но Айлон бежит, и Айнград, как он замувил, но это ему не поможет. Скорее, нет, он нажимает третий и живет, но Нэти Нарвал его добивает с первого скилла, и другой момент был на скилле я прямо, то есть он съел дерево, пошел в другую сторону, но нажал третий, когда уже казалось, что должны добить его с руки, тут же Нэти Нарвал закинул арбу. Ну да, прикольно получилось, и даже этот магический щит не спас. Но если бы Нейлон, я тебе так скажу, то Пак вряд ли бы пошел вперед, но здесь все получилось довольно здорово. Что у нас вообще по шмоткам? Может все планируют, я так понимаю, дефолтный, да, выход в масочку, чтобы как раз-таки нормально фармить крипов, после этого будет манта. Здесь есть что снимать, так скажем, потому что там этот газ, тут ровки, он просто безбожный. Да, и вот сейчас я вижу смог от X3, нападают они в топ-линию, пока как раз ктешится койл, и вот я о чем и говорю, вот эти ротации. И манкуши прямо хривили на себя, хотя должно было быть наоборот, фантомен должен был как-то прочитать этот момент, его также сцепляют, но возможно он уйдет, потому что хорошие коги поставил, тем не менее не хотят его отпускать, и он лежит с сеточкой. Но, да, не бывает привязать. Да, четыре героя на топе у X3, хороший выход, убили дровку, убили клока. Х3 пока по действиям, по макро смотрится посильнее, несмотря на то, что мой там предикт был изначально за драфт ванмуф, очень много делает этот Нейти Нарвал, и он такой, знаешь, интересный пак, я вот смотрел Квалы Канту, Сам Инт, Мажор, там Медиа Лигу за все в последнее время, и я ни разу не видел, чтобы мидер по КД себе возил мангуса, естественно, не позволяет ему постоянно быть на фулл-ресах, при этом Майнкрат забирает ДД, убивает уже Илона, больно, довольно пак, он Нейти Нарвал пытается убежать на арбе, нету остальных степов, догнать пака явно не получится, больно Якиву, Якив вроде как уйдет за Т1, хотя, да, все-таки спасается здесь. Да, повезло все-таки, что степа не было второго у Айнкрада, и вот эта руна ДД, она очень сильная, очень много дает, казалось бы, тут X3 втроем чекали эту руну, но вот за счет ДД просто Айнкрад справился почти в соло с ними. И Манкуши пытаются нафармить, но постоянно проседают по ХП, тут Дун также прожал свой ультимейт, вот как раз из-за этого и просел Манкуши, тем не менее, убить он не смог в игровку. Печально, но тут только с Белкой таким его можно делать, а вот и сила Клака, да, вот казалось бы, против тебя Широград, Владимир с Бусти аккаунтом, который обучает, как играть на тройке, а у тебя просто ключник, который подрубил батарея, Манкуши тем временем убили, кстати, жесткий враг. Там опять отличный выход от Лоуна, он на варде своем увидел то, что Манкуши стоит в ОХП, и просто за счет ультимейта убил его. Опа, Томба, сюда Телепот, неплохой, кстати говоря, получился здесь урон, да, убивает все-таки Айнеклака, несмотря на хукшот, Айнкрад тоже проседает, есть Астрал Степ, надо, наверное, добить Томбу и отойти отсюда, но пока X3 смотрится гораздо сильнее, возможно, на Галде это нет, никак-то не имеет, скажем, влияния, но я вижу, что они постоянно байтят оппонентов на ТП, делают какие-то киллы. Ну, Дум такой толстый герой, казалось, да, Айнкрад должен его убивать, тем не менее он начинает нажимать скиллы и понимает, что тупо его не прибивают. 9 хп легенд в секунду у него, и стики, то есть достаточно вообще плотный герой для такой минуты. Тем не менее, вон мув, они в целом для дефа Таура это сделали, сейчас не могут открыть топ X3, хотя минута уже 12, и хотелось бы этот Таур снести. Ну, и логичная ситуация снизу, там морф соит, и его выгнать пока что не некем. Ну, дабл дэмэджу немного, драка у нас в миде завязывается и параллельно также на топе. Астрал Степ подвоим, Айнкрад, ну, мне кажется, далековато загуливает, хотя 10 милейт прожимает все-таки стрелой, добивает его Илон, как же мощная-то Белка и Пантомим тоже отправляется в таверну. Лоу хп Шаргарат выживает вместе с андайингом, как же хороши эти X3. Переоценили как-то свои возможности ван мув, пытались они вдвоем тут почти под враильской вышкой напасть и убить героев, но отлично стан от Шаргарата, и продолжение от Элоуна позволило им сделать просто минус 2 на руном месте, а между скоком отправляются в таверну. А вот и тавер дэмэдж, которого ранее не хватало, видимо. Морф при этом до сих пор чекает свою нижнюю линию, находится там, отпушивает крипов, фармит 2 кемпа близлежащих, то есть, ну, мне кажется, X3 сейчас, если топ откроет, мод, в принципе, туда потенциально может прилететь, но он и сферу чувствует себя мега-мега хорошо, с учетом того, что убивали дровку, он обгоняет ее на 1200 пугалдеев. Вот да, если так будет продолжаться, Морф просто закеррит эту катку, так как в Unmove, вот они до сих пор все, что сделали, это какие-то мувы в топ, для того, чтобы задефать тавер, но сейчас они уже не могут этого делать, и как раз пытаются открыть бот, он кушает так же стягивается вниз, и будут пытаться они этого Морфа убить, сможет ли прочитать этот момент Неспер, непонятно, но пока что он вообще абсолютно ничего не боится. За крипов зашел, здесь Сайленс, будет Хукшот в продолжении, я так понимаю, здесь, в принципе, вся команда, Телепорт делает Элон, Несфера отходит по Т1, ну, не получается заберстить, понимали, что даже в четвером урона не хватит, вот такой вот Морфлинг персонаж, но сейчас я бы на его месте, честно говоря, перетянулся, наверное, либо в мид-лейн, разменяться было бы выгодно, да, сгрызть мид-вышку, что отдать свою, но я так понимаю, они в драке хотят поучаствовать, пока есть Дримкоил, есть ТП. Да, не хочет отдавать Морф тут свою вышку просто так, потому что есть и Дум, и Дримкоил, и в целом сейчас могут как раз ТП-6 и X3, и все это нажимать, пока что Элон срывает, находит его, но он все круто доджит, Пантомему находит за счет Пука, и должен Элон умирать, да, умирает Элон, он дает Срит в миде, почему-то ТП до сих пор не нажимает, видимо нет, и Пантомему вразмен на Элона должны забирать. У тебя тут же продолжение просто, это Морфа, дается РП, дается Сайленс, сбривают этого Морфа, и тут ошибка огромная от X3. Странный очень момент, честно говоря, как-то, знаешь, Элон очень рано подставился по ощущениям, и Нетин рвал сейчас вот так, ну, не выбрал героя для Бёрста, начал бить одного персонажа, Ключника, понял, что дэмэджа не хватает, переключился на второго, и Моров очень как-то погиб неприятно, до этого лидировал по Нетворсу, и сейчас за него очень много денег дают. Вы же, друзья, не забывайте заходить под трансляцию, чекать баннер, посвященный компании Бэтбум, напоминаю, что у них более 350 клубов по всей России, кроме того, есть промокод Xmas, который вводите вы при регистрации в приложение, и получаете 1000 рублей на халяву. Да, сейчас немножко выровнена ситуация, за счет того, что ванмуф смогли снести вышку и убить варфа, теперь они хотят занять вот вражеский лес, но тут ходит Якив, пытается тоже дивардить, находит его авторлайв, сейчас должны его отвозить на хайграунд, тут же Гилгир, но вряд ли они смогут его убить, вообще он полстый, просто откидываются и уходят. Белку тем временем забрал, Айнкрат, такой он, знаешь, бесшумный, одиночный убийца, если паку постоянно нужны тиммейты, то Айнкрат Соло справляется, есть Терба у Дилгира, хорошо и вовремя сворованная, по итогу фраг они делают еще на одном сапе, и вот они манмуф, у которых некогда были проблемы, но сейчас все хорошо. С другой стороны, X3, за счет того, что Моров хорошо построил линию, за счет того, что есть Дум, вот эти две плотные строчки по Нетворусу, мне кажется, они еще аугнутся в будущем. Да, просто тут X3 играет очень жадно, хотят дефать постоянно, бот, ой, какой кукшот, но вряд ли будет продолжение. Да, пытались просто зачекать руну, берут ДД внизу, а в ботол. Так забавно получилось, вроде хукшот, рядом стоит Рубик, который может нажать телекинес, но он даже не стал эту способность тратить, видимо, понимая, что смысла нет, Марафа не убить, можно его просто, знаешь, прогнать, и попытаться открыть мид-лейн, чем ванмуфы занимаются. Да, пока что по макро, тут, кстати, Лоуна опять ловит, и Айнкрат не хочет его отпускать, просто ЗД прыгает, два степа нажимают на него, и уничтожает. Мид открывается, Дум пока драться не готов без БКБ, естественно, Пак в соло не боец, морфлингу не хватает манты, посему ванмуф спокойно забирает вышку в миде, открывает пространство, обратив внимание на агрессивные варты, которые поставили, возможно, на нем РФа поймают в будущем. Хотя он вроде дефолтный на глазике, но в чем-то в последнее время замечаю, что самые стандартные варты ломаются очень долго, к тому же их в пору ванмуф защищать, ставится здесь Койл, кстати говоря, по двоим, хороший прыжок от пака, есть РФ, а в случае чего можно как-то заманить своего соперника, нажимает телекинез, морфа дэмидж банально не хватает, Рубика откидывает. Просто урода нет. И вот Пантомем, даже круто хукшотит, троих отходит, но должны его забирать, тут все-таки на эти нарвал, не должны его отпускать, Дум снянулся, да, забирают, доминейтинг уже у него. В любом случае, столько времени тратит X3, они стягиваются вниз пятером, чтобы убить одного калка, в это время ванмуф могут делать все, что они хотят, и нафармить тройку, профармили они ее уже, и лес вы забежали. Пока что по макро сильно переигрывают ванмуф своих оппонентов, но по нетворцам, это не так значимо на данный момент. За счет Думы и Морфак как раз-таки. А если посмотреть на коров, в принципе, все очень равненько. Да, здесь дота плюс говорит о том, что ванмуф скорее всего победят с вероятностью 59-60%, но у пака 7200, у его следующего, так скажем, оппонента 7600, то есть в принципе от 7 до 8 тысяч в среднем у коров равенство имеется, и все, наверное, решат некст шмотки, когда уже Моров сможет драться, у него в скором времени манта появится. Интересно, что Тарри для себя Дум, на самом деле, потому что мы как-то упустили его из виду, что когда-то не видели. БКБ, дефолт, наверное. БКБ, даггер, потом шарт, но дело в другом. Дело в том, что уже 18 минут игры прошло, и Дум нажимался только один раз на линии на дробке, и то тогда не получилось убить. То есть, как по мне, кажется, что Белка там, или Пак, вместе с Думом по КД должны ходить нажимать свои кнопки, а так получается, что ванмуф-то они постоянно ходят, пытаются убивать, а Х3 они просто фармят, ничего не делают. Они пытаются играть вторым планом, защищать только свои вышки, и то у них это плохо получается, файтинг, первый Т1, они проиграли. Опять все того же Вижена, только Вард на сей раз стоит от рейден, поднимают Пака, много берста, вот он Рубик ВС Пака, один телекинез, куча демиджа, минус мидер команды Х3, а дальше драться не особо хочется, ведь преследует и Хайнкрат, и даже без астрал степов он очень-очень опасен. Но тут основная задача сломать Вард, понятное дело, задефать Х3 его пока не в силах. Очень круто тут видно, что на доверии играет Пантомем, он идет, он говорит, я иду девардить, если на меня нападут, помогите. Пак такой видит, о, клок, прыгает просто в пятерку и отдается за счет этого, так как команда сразу же готова его задефать за счет Рубика, который сразу ему может поднять за счет Войт Спирита, который может продолжить после Рубика, то есть контроля на Пака хватает у One Move. Хватит ли контроля на других персонажей, выходит пока что в двойку, проставляет здесь свой обсервер, и можно найти очень-очень приятного в плане убийства Морфла, но пока что проходит мимо, опа, сентрячок, да, я так понимаю, я этим бахнул, увидел, что там стоит обсервер, дал колл своим тиммейтам, ну, как бы опс, просто так бы здесь не появился, скорее всего, оппоненты где-то рядом находятся в Смаке. Да, причем вот он из Смака тоже шел девардить, что как раз его не убили, и в принципе, тут немножко не повезло One Move, потому что, если бы они пошли на верхний кэмп, они могли найти Морфа. Убили. Кстати, вот грифсы эти хайповые появляются на Магнусе, и очень много уже у него, то есть линии вроде казалось то, что он мало получает, но когда у тебя есть грифсы даггер на 20-й минуте, это лучшее, что ты можешь вообще иметь. Ну, я считаю, что грифсы плюс даггер и РП сильнее, чем Дум, Блинк и БКБ, вот так. То есть пока что, будто бы у Магнуса побольше импакта, несмотря на то, что денег меньше, чем у Дума. Нажимают Смак, идти, куда ли пойдут, кстати. Реально подстаивались, то есть зашел туда в Рошпит сап, спалился на этот скан, сейчас Якиб зайдет, разревелится, схватили дровку, это очень приятный таргет, быстро бы ее как-то убить, подставляется еще один герой Афтерлайфа, закатывают сюда же, но РП по всем, а демеджа-то нету. Слишком далеко находился Войд Спирит, он пока что разбирался с Элоном при помощи Гилгира, по итогу минус 1 в размен на Белку, заходит в Рошпит под свою собственную комбу, ну и, наверное, как-то драться в Анмуф. Ну, слишком беспечно сыграл тут Монкуши, хоть у них и Вард стоит, он просто не подумал, что могут в Самаке идти на него, хотя никого на карте не было видно, и так подсталился под Рошпит, ну, просто продолжать уже некем, хоть и РП было очень хорошее. Ну, смотри, они задилейли, на самом деле, убийство этого Рошана, и есть Клок, который способен своровать и Гиду, в случае чего у него все-таки имеется фукшот плюс ракетка, это Вижн, который можно прямо сейчас откинуть, видит Плака, понимает, что по ХП Рошан скоро в рим не погибнет, дробка уже тэпается сюда, и Пайп 5 на 5 продолжается. Начинается все это с убийства Магнуса, понятное дело, теперь ни РП, ни Гривцов нашумевших не будет, и по ходу дела Х3 могут просто зайти в Рошана и его добить, но, видимо, боятся Клока его фукшота. Да, хорошие обстоят у Х3, поймали Магнуса, сейчас они в большинстве, тем не менее, зайти и добить Рошана не представляется возможным, так как не хватает урона все-таки, и надо подождать немножко Тамбу, Койл уже есть, в принципе, Дум есть, но не хочется форсить именно файт на Рошане, мне кажется, она сперва сделает пиков для Х3. Опять же, минус у OneMove, то, что весь дэмэдж он на дровке, по сути, физически. Если дровка первая умирает, продолжение по ДРП, ну, кто может, просто Рубик с лаком умножать пару скиллов, или там Войт Спирит прыгнуть, дает рассказ. Этого тоже не хватает, потому что в Х3 герой-то уже очень сильный, там есть и подхилл он дайинга, и БКБ на Думе появилось. То есть, в принципе, сложно тут OneMove как-то сейчас что-то сделать, если дровка умирает первой. Ну, отсюда и коэффициент 1.68 на Х3. 1000 рублей фрибета не забывайте получать, баннер под трансляцией. В целом, я бы сказал, да, что у Х3 есть какие-то, ну, небольшой перевес сейчас, но, опять же, драку на Рошане они все еще способны проиграть. Хотя все говорит против этого. Допустим, Блинк, появившийся на Шарграде, сейчас может сильно зарешать, если выключить одного из героев. Прыгают пока что в Гилгира, убивают Рубика неприятного, ставятся Томбы тут же на глазик, и уже как-то контестить этот файт в Адмуг просто позиционно не способен. РП куда? О! РП в крипов, что? Здесь, видимо, помогает просто Afterlife фармить свои дровки, иначе я не могу это объяснить. Может, мы сбили там Блинк, либо он сам его не успел нажать? Я так понял, Блинк сбился, да, и сейчас без РП, без Рубика ванмув, поэтому, в принципе, могут пытаться Рошан забрать в Х3, но слишком боятся. У них до сих пор есть Дум, но как-то не спешат они, и продолжают вот так вот стоять, рядом просто, чтобы его дефать. Возможно, это правильно, потому что постоянно форчат туда ванмув, чтобы как раз задефать, но ошибаются раз за разом вот этот РП в крипов, и сейчас вот минуту они должны ждать. Но ошибка не будет, если ввести промокод Иксмос, понятное дело, на сайте Бутбум, именно в приложении, если установить, опять же, баннер по трансляции, друзья, напоминаю, апой для себя Войт Спирит важнейший 15-й левел, появляется дополнительный круг у Десимилерита, сейчас он становится максимально мобильным, и вот с покупкой Аганима тут как бы дополнительный дэмэдж появится, и контроль, и тому же Паку будет играть ну очень-очень тяжело, причем у Пака, я так понимаю, какой-то защиты от этого Сайланса пока нет. Да и Марфу тоже будет сложно, то есть сейчас такой Пауэр Спайк появляется у Ван Мув с этим Аганимом, и надо им срочно идти, навязывать какие-то драки, что они и делают, нажимают смок на пятерых, и сейчас уже первые должны начинать за счет Магуса, за счет Пака, уже должны провести гораздо лучше драку, чем было до этого. Готовы ли Икс-3, просто пока стоят на своем хайграунде и ждут их, тоже неплохая позиция у них, но Ван Мув пока не спешат заходить на хайграунде, тем не менее, хороший скан, да. Можно прыгнуть вдвоих, видит Марфуа, Сайланс по двоим залетает, смеляет сюда же и просто лопнул Марф за долю секунды. Упадет ли Белка под вопросом, потому что пока разменяли ключника, Дум повесили на Айнкрада, собрали Войт Спирита, размен 2 в 2, Ван Мув пытается выйти из этого файта, я напоминаю, что РП нету, и ни в коем случае нельзя Манкуши сейчас отдавать, лучше пускай убрет Рубик, Автролайф, но только не Дровка. Без Марфа уже не хочется драться для Х3, тем более, Дум потратили Войт Спирита, опять же, выбили очень значимую кнопку для Х3 Войт Спирита, и сейчас 2 минуты есть окно, они могут попытаться забрать Рошана, потому что без Дума Войт Спирит, я думаю, будут чистить себя превольно, только пак как-то его может засоренсить, тем не менее, я думаю, он будет как раз выжидать, чтобы нападать на этого пака, тогда у него будет именно фри в плане контроля, и как раз забирают Рошана Войт Спирит. Плюс гиды Бессмертия, в скором времени появится Линка, но сюда взлетает Арбопак, а что если? Нет, если не будет, пак пока не решается прыгать сюда, немного не повезло по таймингам, на самом деле, Рошана Белка за счет ульты не добил, и пак мог своровать, если бы кинул Арбутом на пару секунд позже, но в любом случае Войт Спирит наступает пикселы, ты правильно отметил, что Doom потратили, а РП все еще есть, и сейчас под мультишот, мне кажется, можно разводить вообще всю команду соперников. Вопрос, как опять же этой эгидой распорядятся сейчас ванмуф, по идее могут просто оттолкнуть линии, так как они у них запушены, и сосредоточиться на каких-то строениях. Очень не хватает какого-то Лотуса или Линкена, чтобы сейвить Войт Спирита, так как если его думить, то сложно дальше продолжать файт, так что я думаю, в принципе с Аегисом они могут попытаться под Виженом нормально подраться и забрать нижнюю Т2, но вот пока что хотят видимо в топе поиграть, ломают вражеский опс и двигаются на топ линию. Здесь Пантомем может найти Илона, ой-ой-ой, как же это белокомансит, но у него там блин стой на самом деле форс, то есть очень мобильная, естественно бегает по деревьям, мне кажется не уловим здесь Илон абсолютно, бегать за ним смысла нет, если это сразу не сбил ТП. Пантомем был близок, но чуть-чуть не хватило. А насчет Линкин Сфер, если что, у Дровки уже появилась и у Войт Спирита летит ему рецепт, я понимаю. То есть с двумя Линкинами Дум как бы становится немного бесполезным. Там сбить на самом деле эту Линку довольно тяжело, то есть каким-то адаптивом можно по идее, да и все. Действительно, поэтому Линкин тут очень хороший выбор, я смотрю и Войт Спирит, и Дровка как раз сейчас соберут их, Дровка уже собрала, так что в принципе Аганим кому нужен? Ван Вов очень сильно сейчас. Я не знаю просто Аганим Септер насколько вообще рейтит Шроград сейчас, либо он другие какие-то планы имеет, но Аганим точно нужен Морфлингу, дабы превращаться в Дровку, воровать те самые заветные статы, есть Манта, но как мы видим, если вдруг Морфа станет, он не нажимает перекачку, то там шансов выжить очень и очень мало, поэтому вопросом возможно Шарф появится в будущем, но пока без него, Ван Куша заходит спокойно на Т1, за счет Манты все это дело ломает, появится в скором времени еще и Пика. Тут очень важен момент инициации, то есть кто первый начнет, тот в принципе и получит преимущество, так как если ты первый нажимаешь дум на Бои Спирита, ты в принципе должен выигрывать Драку уже, а если же тут Ван Мух прыгает с РП и Холком, ну и вот Спирит соответственно, то Х3 тоже могут потерять и Пака, и всех героев, то есть инициация и бёрст у обеих команд на уровне, очень важно кто начнет первую. Пока поделили карту на две части, Ван Мух драться естественно против и Гиды не хотят, потому что Ван Куша стабильно бьет вышку, да, ты можешь в него как-то синициировать, но опять же задум ты его не забёрстишь, потому что там линка, то есть придется отдачу кучу сполов, он тут же рестница, влетит команда, разбивает Ван Мух, но он довольно читаемый, как по мне, потому что не только что спушили Т2, пропали с радаров и тут уже Якин готов ревелить в случае чего, среагировал, кстати, не сразу, поздний ультимейт нажал, но несмотря на это спас тимейтов. Да, и Ван Мух чувствует себя очень уверенно, так же ловят они тут Пака, смогут и дальше продолжить, закрывают его в Хоге, но это не помогает, но ловят Бел, но он должен загибать. Странно, что остались здесь Х3, вроде как раздревили Лав Смог оппонентам, дал всю информацию, но ребята из Ван Мух решили пойти дальше, Х3, видимо, этого не ожидали. И вот оно, преимущество с Айедисом, открыли все-таки они топ уже полностью, расставили агрессивный Вижен, если захватить Аван Пост, можно оппонентов еще и лишние ХП лишить. Ван Мух зажимают своих оппонентов на базе, поэтому приходится для Х3 таки авантюрное решение предпринимать, зайти там вражескую тройку, фармить, пытаются они хоть где-то найти себе золото, но пока что не сильно получается, саппорты постоянно идут в размен и преимущество у Ван Мух увеличивается, хотя оно всего две тысячи, но реально преимущество мне кажется гораздо больше, так как большинство голды это не особо считается. Ну, пока, знаешь, вся голда вкладывается в то, что Дум залетит, даст ульту, но так как там Линкен, будто бы все эти 16 тысяч, ну, не то чтобы в никуда, но относительно бесполезны они, если он не дает ульт и дробка его расстреляет за долю секунды. Она, кстати, прикупит себе шар, чтобы добавить, так скажем, ДПС и прочих ништяков, после чего соберет Сильвер. На самом деле, такая игра чем-то похожа на все предыдущие игры у Х3, то есть они неплохо стоят в линии, вроде по макро все хорошо, ганги открывают быстрее топ, чем оппоненты, вот, но потом в этом Рошайне на стояние всегда проигрывают, вот третью карту подряд у них уже эта проблема. Да и в целом видно, что после 10-ой минуты Х3 как-то начинает теряться, решение там дефать Т1, не дефать, вроде решают дефать, и по итогу это решение оказывается провальным, вот, все было у них хорошо, но потом ванмув, именно команда переиграли по решениям, принимали правильно, а Х3 нет. И вот продолжается такая тенденция, сейчас правда падает Эгису ванмув, и следующий Рошан будет очень важен, а также не менее важно, что будет собирать Дум, потому что по сути ему хочется и армор собрать, потому что физический урон там Брок наносит, и в целом то есть хочется Аганим, так как беленьким сферы. Ну да, может быть Шива, Аганим, что-то из этой серии появится, да, Аганим все-таки есть у Шраграта Владимира, я так полагаю, обычно чаще мы видели в последнее время Думова, знаешь, через билд там Акторин Шар, ты постоянно держишь в всех дизейблах, но вот сейчас Мог Надежда вот Экс-3, он довольно очевидный, потому что стоят в Орды, Ван Мув не видят своих оппонентов, понимают, что они где-то в Думовой Завесе находятся, Марфа уже разревели в соло, этим занимается Пантомем, я так понимаю, в своем флаке, но там, кстати, нападение, правда, на ключника, нажали Дум, нажали БКБ, и если дровка уйдет, она уходит за счет пики, то Ван Мув может получиться неплохая драка с разворота, увозит сюда Андаинга, без Думба остаются Х3, размены 1-Х1, но, опять же, ХЗ потратили Думы БКБ. Вот вроде инициируют первый Х3, но круто их Пантомем на Клокере вилит, и продолжения-то никакого нет, Шраграт очень рано юзает Дум на себя, прыгает, и по итогу его кайтят, только Клок умирает, Ван Мув, и сейчас опять очень важные кнопки, и Х3 попросту нет, и чувствует себя Ван Мув очень уверенно, теперь идут на Т2 в миде и должны тоже забирать фрична. Ох уж, это игра против дровки, где один проигранный файт у тебя минус Т2, второй проигранный файт минус Рошан, третий проигранный файт минус Трон, как правило, тавер демеджи у них масса, сбили там ТП войд спириту, я так понимаю, на спириту кушетку. Не приятно было, я думаю, Айнкрадер, айлон радуется, так сказать, сделал происшествие небольшое. Я думаю, Ван Мув, знаешь, не особо огорчены, им главное сейчас виженку это расставить, потому что Рошан может появиться через 50 секунд плюс там минимальный тайминг дополнительный, это было бы им в плюс, а касаемо команды X3, ну вот появился Аганим действительно, но не будем забывать, что Дум это герой с кнопкой в 120 секунд практически, то есть как-то в этом плане будто бы Магнус посильнее, потому что даже без РП он может кого-то увезти, он может дать ауры, пока что Айнкрад уничтожает Сапа, поймали его, есть руны иллюзии, как же она сейчас сейвит войд спириту на самом деле, снял просто с себя сайланса и спокойно ушел. Хороший форстаф, также порвали Койл, просто продолжения никакого нет, в очередной раз умирает ондайинг, Айнкрад просто идет вперед, не хочет отпускать Илона, но Илон все-таки очень быстро и убегает. Важно вообще в игре на Войтспирите именно доминировать, как-то сноуболить, потому что с малым количеством шмоток тяжело, но здесь у него есть все, что необходимо, и кстати, здесь X3 будто бы не спешат деппать к игре, а там падает Т3, Afterlife, завозит белку к своим тиммейтам, говорит, я будущий, новый вернее коллапс, и падает в Т3 тавер, будет работа по баракам, X3, надо делать телепорт ТТФ, у тюпака тэпки нет, он заходит как-то в спину, уже не просто отдадут мид. Да, походу фреймид, потому что, опять же, у Дума нету тиммейта, в меньшинстве находится X3, Белка увозит, Даньк убивает, Шагерат опять нажал на себя идет вперед, но ничего не получается, на этот нормал пытаются поймать хоть кого-то, и дровку ловит, но опять ее отлично форстафует, Магнус уезжает вперед, но не дает РП, Дум заканчивается, уже убивают Afterlife, пока что это Дум. Подцепили все-таки дровку, хороший Dreamcoil, PUBG, на сфер, ключник останавливает, тем временем, Худвинг, скорее всего, он здесь погибнет без возможности для байбэка, но смотри, дровку убили, Afterlife отправился в таверну, в принципе, размен такой, неплохой для X3, если бы они не боялись, если бы они не потеряли D3 Tower, сейчас важная задача отойти для Войт Спирита, пока он с ней справляется, подставился ключник. Очень как-то долго настраивались на эту драку, тут еще и Пантомем улетел, в общем, у X3 некие проблемы реально будто бы потерялись, потому что пак был на бод-линии, далеко от ХГ, без телепорта, он пока пришел, пока у него откатился Dreamcoil, опять Шрагорат, с Думом прыгнул в никуда. Ну, задефали бараки, главное, свои X3, также не менее важно то, что они забрали дровку, которая в основном является физическим уроном команды One Move, и в принципе One Move должны были отступать после этого, так как без дровки, опять же, продолжать файт не представляется возможным эффективно, как и в принципе для X3 без морфа, поэтому тут очень важно забирать вражеского керри обеим командам. Сейчас будто бы преимущества за One Move немного, и по золоту, и по ситуации на карте в целом, ведь Дум в КД, есть РП, есть все способности у One Move, то есть по факту рейснется Рошан через 40 секунд, они зайдут сюда и будут драться в большинстве, так скажем. Пока, кстати, хороших РПшек мы от Авторалайфа не видели, но он засетапил по факту килл двух сапов, то есть он начал всю ту грязь, которая продолжилась с носом Т3, от него работа выполнена просто идеально, и я не знаю, под Думом нужен Dreamcoil, то есть нужна вот эта комба, как по мне, когда Шарград прыгнет, задумит там толпу, пак поставит Койл, потому что если этого не происходит, там у всех форстафы, у всех друг друга сейв. Да, собирать аганим против кучи форстафов не самое лучшее решение, также по билду можно сказать, то что Акторин появился, да, он уменьшает кулдаун, но в целом-то, если этот Дум бесполезен, то зачем меньше кулдауна ему нужен, то есть хочется, наверное, увидеть какие-то ауры, там, Кирасу, на крае может всегда Хекс или что-то типа такого, пока что не получается организовать полностью Дума у Шарградова Владимира. Ну, знаешь, такой, ладно, через ультимейт не пошло, сейчас через третий будем бахать, все-таки Шарп скоро появится, Акторин уже есть, будет встанье там оппонентов постоянно дизейблить, если Дровка под такого Дума попадается, то ей довольно тяжело будет выбраться. Смог разбивает ванмуф, есть информация, что Рошан уже появился, откидывают ракетку, спалили вообще весь движ команды Х3, ну и к слову, можно, знаешь, так зайти, подставиться под какой-то рандомный скан, я там не знаю, начать бить, но ставят свой Вижен, и этот Вард будут защищать. Они понимают тоже, что тут стоит Вард, и смок на смок сейчас у нас в целом трудно экстрим будет зайти, потому что все-таки Вижена нет, но вот разъявились, дается отличный РП в Дума. Хорошо, но там в ответ Куэлл, поймали здесь все-таки, нажали Дум, убили только Афтерлайфа, он потратил РП, Дум с Божьей помощью просто ушел, на 10 по-моему ХП, но опять же, свой Вард пока что ванмуф задефли, если будет какой-то байбэк, байбэк не нажимает, но забирает ДД Манкуши, ой-ой-ой, сколько от этой дропки сейчас дэмэджа может быть? Как-то РП вроде было хорошее, но продолжения было, не было абсолютно никакого, и по итогу РП ушло никуда. Манкуши просто бьет Рошана, опасная затея, может быть стоит отойти, дождаться возрождения Афтерлайфа, до него буквально 30 секунд, ну из плюсов оппонентов нет Дума, нету Дрим Койла, по факту, то есть это все не позволит как-то поймать, знаешь, так дропку в наглую и под ДД, она может очень много шорфу здесь навести, да, смотри, тратистая раба, и покуда эта способность в КД, Манкуши просто пытается забить Рошана, но летит Арба, прыгает сюда Пак и бороет на эти нарвалы гиду бессмертия, жестко получилось, его естественно на Эгис этот моментально сбили, прыжок от Дума принес убийство по фантомему, ключник выкупается, Паку очень больно, но он уходит отсюда, Неспир превращается в дровку, настреливает, готов забирать саппорта, падает еще и Войт Спирит здесь, и остается только Манкуша, которому следует бежать. Отлично тут играет X3, найти нарвал просто MVP этого момента, вот этот орб тайминговый, вот этот стила Егиса, в целом потом Неспир круто продолжил, превратился в дровку, дал мультишот по всем командам, по всем игрокам команды Ван Мух. Просто продолжение, убивает, Марфа прям втирают его в секунду, за счет отличного хукшота, Мухуши продолжает драться, нажимает пику, убивает, нет, пока не убивает Нолона, он просто на одном ударе выживает, и Шаргарат забирает Мухуши под думом своим коронным, это минус 4 от команды X3. Был бы рядом Afterlife, но, к сожалению, пошел отпушить Смит Вейб, у него бы как раз кдшились гривцы к этому моменту, и показывают на самом деле ту самую секунду, которая полностью поменяла игру. Дровка, кстати, забрала шарты, если что, но Игита Бессмертия ей в этом моменте не досталось, если бы не Нэти нарвал, я боюсь представить, что бы Манкуша мог здесь с оппонентом сделать. Ну а далее очень крутые действия атмосфера, вовремя залетает Дрим Койл, который отхедешился, и действительно, наконец-то, сломались свое проклятие X3, потому что до этого все драки на Рошане не проигрывали. Супер неудачно прыгнул в Войт Спирит, он прям прыгнул, подсоялся под Сайленс, бежал в этом Сайленсе, нечем было ему скинуть, потом еще на него поставили Койл, и по итогу Войт Спирит просто не выдал никакого импакта в той драке. После этого был не менее важный момент, то есть, вроде, Марфа очень быстро убили, Ван Мув, тем не менее, не хватило урона чуть-чуть совсем Манкуши, и на Лосхите убежал Лон на Белке, и Шевгара там у него где-то было 300 хп, тоже очень близкий такой момент был, и X3, можно сказать, камбэк пока что, за счет этих моментов 4000 в них 3 преимущества становятся, и в принципе должны быть они рады этому. Казалось бы, как все начиналось шоколадно-сладко для Ван Мув, с убийством первого Рошана, забрали все Т2 вышки, развалили даже Т3, Afterlife там сапов возил, они их наказывали, но потом, вот она, одна драка на Рошане, крутые действия от Пака, все-таки такой очень скиллозависимый герой, и шанс на победу уже в пользу X3. Понятное дело, 55 на 45, у Пака появляется Блэйкинг Баар, при учете того, что уже есть Акторин, то есть такой герой, знаешь, который может постоянно сражаться, еще бабнуть 25, чтобы был контроль в БКБ через Dream Core. Я морг с БКБ почти собрал Скади, то есть морг очень большой, постоянно он прыгает сам на дровку, за счет этого ван Мув просто не могут драться, на дровку постоянно защищать, чтобы она была как-то на ренже, если на нее прыгают, то нет урона какого-то постоянного у ван Мув, так что очень важно ее сейвить в драках. Ну там морф, знаешь, ему надо взлететь на дровку, дать адаптив, если дровка не в БКБ и просто превратиться в нее, вот в прошлой драке получилось это сделать как раз таки и за счет этого мультишот. Да, и вот то, что я говорил на драфте, у Х3 очень все просто, там нажался Doom, нажался Коил, там Ба, там Белка продолжила, морф нажал вейв и бьет, а вот ван Мув, если РП какое-то неудачное, если там Буэйт Спирит не дал свой проказ, поставился под Коил и умер там, как-то Клок неудачно ворвался, Рубик неправильно нажал скиллы, то все, уже файт идет как-то не так, как-то не так. И Х3 сейчас гораздо проще выиграть эту игру, все, что им надо, вот это сесть на дровку и нажать пару кнопок основных их ключевых, а ван Мув же надо прям все грамотно исполнить, посмотрим, получится ли у них вот это сделать. Смог от Х3, идут они, правда, немного не в том направлении, ведь ван Мув все расположились на боте и туда идет двойная пачка, на самом деле, то есть по-хорошему Х3 бы все это делала задефать, если они не найдут драки в ближайшее время. Кстати, там дровка нажала манту, можно ее поймать за счет Сайланса, находит пока что Рубена, прожимает Шракерад Владимир Дум, но он в никуда, там два форстафа Пантомем спасает всю свою команду, правда, ценой своей жизни. Убили тем временем в бэклайне пелку, Пантомем все-таки ушел, ничего себе, преследует их пак, влетает сюда хукшот и РП по двум корам, вот это жестко, где же демедж, а вот и он, включается мантуша в игру, минус 3 в исполнении ван Мув, и Морфинг просто не успел даже в этот файт зайти. Вот очередная макро ошибка от Х3, вроде круто, они контролили топ и не ухи, после этого зачем-то бегут на вражеских хэкграунд, под вражеские опсы, а вот прыгает Шракерад, очень неудачно, ты прыгаешь дурь саппортов, это не те таргеты, которые ты хочешь это делать, и при этом круто сейвить друг друга команда ван Мув, просто провальная инициация абсолютно от Х3, и Afterlife таких наказывает, дает РП в двух форах, и после этого души просто под своим виженом комфортно убивают всех героев, 3,5кил делает, и сейчас уже это минус бараки. Это минус бараки на двух сторонах, скорее всего, если не будет Буаев, пак, естественно, свой выкуп нажал моментально, готов скипать вейвы, отпушивать пачки, но Манкуша это явно не остановит, до следующего Рошана довольно долго, цепляет своего оппонента, минус Undyne, хороший будет сейчас скил, он пытался там засейвиться гостом, это не спасает, прыгает Айнкрат, развлекает своих визави, шотом там кого-то зацепили, кстати говоря, непонятно кого, не видно, но тем не менее, здесь Несфир уже в центре пайта, прыгнул на Манкуше, вот тот нажал БКБ, поэтому своровать... нет Вижена никакого, просто Манкуше в Шадоу Блэйде уходит из драки, из-за того, что нет Вижена, отхиливается, сейчас Ван Мув готовый опять нападать, 4х3, в принципе, они готовы это сделать, но Мув через 7 секунд Doom респается, поэтому надо быть аккуратным, можно отступать. И он рейтнется с ультой, да, поэтому лучше бэкнуться и сделать регрупп небольшой команде Ван Мув. На самом деле, все хорошо после выигранной драки, это вот то, о чем я говорил, выигрывать, проигрывать, вернее, дровки очень опасно, потому что одну драку ты слил, и если ты не убиваешь Манкуше, он просто ломает тебе всю базу. Бараки пали, Т3 вышка тоже в боте под огромным вопросом, ну и сейчас у Ван Мув ситуация улучшилась, потому что они бездут уже 7000, Свифт Блинг появится у Дроу Рейнджера, и вот теперь как-то, как ты говорил, помнишь, там сесть на нее, убить, будет гораздо сложнее, все это позиции появляется, какая-никакая. Так, даже вот сейчас была драка, вроде Морф на нее неплохо сел, но опять же, нет никакого детекшена, она ушла в Сильвер Эйдж, и продолжение никакого не последовало. Там, кстати, Морф, по-моему, не превратился, да, в нее, вроде как в Линкин дал свой ульт, если я ничего не попутал, но сейчас он откатился, понятное дело уже, собирает Буризу, но детекшен, хотелось бы иметь, а с другой стороны, кто вообще его должен давать, вот так вот, знаешь, в бэклайне, допустим, ну только Пак, наверное, с гемом может это сделать, потому что он дайанг, что он дайанг, он умирает, Белка тоже, она где-то там по окраинам бегает. Это очень важно, опять же, X3 как-то первым начать прыгнуть, Найт Нарвал инициирует, сбивает у нее Рубика, конечно, тут за дум, но при этом тратит очень много на него, не знаю, насколько это хорошо, в принципе, колдаун не такой большой, сейчас 72 секунды у Думы и надо отступать, потому что если мув, сейчас буду делать мув, то без Дума подраться будет очень плохо, если надо все рубить, дефать просто, потому что запушена там, запушена обе линия, круто все оттолкнул, войдет спирит, там хукшот куда-то нажимаете в крипов вновь, что-то там пантомем, постоянно их хукшот взлетает не туда, но на самом деле вот тот файт, помнишь, который они выиграли, после чего снесли там мид, все началось-то с чего, там был прыжок в двух сапах и пантомем просто спас, то есть он захукшотил Дума, фороснул тиммейт, а потом фороснули его, и вот эти три стафф, они, конечно, невероятно спасли там жизнь игрокам команды OneMove. Рашан появится через минуту. Айон диск появляется у Войд Спирита, теперь как раз эта цальность быстрее будет с него спадать, идет он хует, он нападает на Марфа, дает ему сайленс, но это такой был проверочный выстрел. Но они понимают, что драться X3 здесь не вариант, даже несмотря на то, что они здесь пятером против четверых, потому что линии все запушены. Это вот проблема, когда у тебя нет героя, который может пойти с траволами все это дело грамотно толкнуть, может быть, travel boot стоит купить паку, потому что по макро пока смотрится OneMove немного поинтереснее здесь. Да, у него пока что ПТ собирает силовой блин, дабы выдавать большее количество демиджа, сбивать те же блинки, к слову. Да, постоянно пущется мид, постоянно пущется бот, колхер ракетами закидывать неприятно. И тут же откодешился уже Doom, в принципе, готовы опять драться, вот эти актерины окупают себя, что на паке, что на Doom, всего лишь минуту кулдаун по итогу выходит и можно каждую минуту драться с такими крутыми ключевыми спилами. Есть такое. Рошан появляется, рейсается прямо сейчас и в пору командам проверить. Естественно, OneMove чуть полегче, потому что есть ракетки Клокверка без кулдауна практически. Правда, он безогонимый здесь, вот реально на колоте хотелось бы эту шмутку увидеть. Несфер забирает ДД, хотел искать, какой ценой, тем временем, Шарград нажал Doom, получился неплохой байт на самом деле, Клокверк останавливает, спалил абсолютно всех оппонентов, сломал немного позицию, поставил Хоги и ушел назад. Прыгает уже второй волной Войт Спирит, просто разведал обстановку, ушел. Ну, оппоненты потратили Doom на самом деле и пока это вроде все хорошо для OneMove. Но OneMove хотят драться, они по-любому должны продолжать и сейчас Войт Спирит в очередной раз может синициировать. Без Doom они уже не такие сильные на их стриме. Самандаинг страдает, здесь по всем Оу, РП и увозит Doom плюс кого-то еще. Мэрфу тоже очень-очень неприятно, надо выходить из сплайта, как же расстреливает его дровка. Байбайк моментально от Ондайинга, авторлайв из-за отсутствия ПКП выходит из сплайта, но драка продолжается, игра чувствует себя совершенно безнаказанным, летит с задуманным, тот тоже без защиты от магии, погибает, Якив никуда не уйдет. Минус 3 суммарно от команды OneMove, можно уйти на Рошана, но по-моему план заключается в другом, просто сломать три стороны что ли? Да, 70 секунд нет Дума, но есть байбэк, должны зафорсить как минимум на него и потом уже отступать, в принципе, понимают это OneMove, а Пак-то вообще так же если он байбэкнется, у него не будет ультимейта, поэтому, в принципе, комфортно себя чувствую, тут даже после байбэка сносит в сторону, Дума не байбэка са, будут ли сносить третью? Да, можно пойти OneMove, знаешь, даже у Мире все, если даже все погибнут, делать миг трипов это важно, байбэкса Дум, прыжок от Войт Спирита, но есть Аюндис, как все хорошо казалось бы, однако Дум здесь уничтожит мидера команды OneMove, они вынуждены отходить, но опять же, свою задачу полностью выполнили, снесли уже вторую сторону, байкаются назад, прожимают смок, знают, что в случае хорошего файта сможет Войт Спирит всегда нажать бай. Да, и опять нет Дума, есть бай на Войт Спирите, поэтому OneMove, они в принципе могут сейчас победную драку навязать, даже без РП, уплакаясь хукшот, Рубик можно продолжить, зафокусить тенинг таргет, достаточно легко для команды Войт Спирита. Строжок от Авторлайфа, Дримкуэл хороший, кстати говоря, цепляет двух героев, лоны тем временем, конечно, заберут, и это пока что размен с апами, Авторлайф не боялся, Нэтина Рабуал до конца преследует своих визави, байбэк тут же нажимает Рубик, и OneMove бэкается спокойно, в принципе, дождаться Войт Спирита бы дровка не погибала, у них все хорошо, вижен Рошана имеется. Да, в принципе, сейчас будет драка на Рошана важная, но у Х3 все плохо, им сложно как-то выиграть драку тут будет, опять же, Дум пока кулдаун, но он должен уже скоро откдэшиться, как и Койл Упака, тем не менее, OneMove пока что, опять же, в плане байбэков выглядит посильнее, Войт Спирит всегда может байбэкнуться, вернуться, и будут уже как-то шестером, получается, OneMove. Но сейчас пытались развести на этот байк, с 3 у них не получилось, заходят, кстати, здесь Смоки, нападение на Ключника, или кто на кого еще напал, Афтерлайф рядом, там Дум, кстати говоря, по сапам, опять же, по сапам работают, спасают дровку, И РП накладывается на ондаинга, Томбы не будет, портингвест, дровка и пак, но здесь битва не на равных, однозначно, Штаград преследует Афтерлайфа, это будет третье убийство за команду X3, без байбэков находятся два героя, X3 сейчас преимущество. Круто поймали вот это окно, пока Войт Спирит выставал 10 секунд, не стал он байбэкаться, и вот сейчас, в принципе, OneMove могут навязывать драгу. Ой, как же не за таймени! Сайлласс! Войт Сайлласс, но они он здесь спасают. Надо отойти назад, как-то Афтерлайф против дровки, она его просто лопнула за долю секунды, но опять же он из фира, есть байбэк, и возможно, стоит его нажать, потому что падают тиммейты, Doom без бай отправляется в таверну на 120 секунд, и смело можно заходить в Рошану, но они понимают, где-то находится здесь белка, и было бы очень неплохо ее подловить. Илон пока не подставляется, действует очень-очень аккуратно, и есть пак, на самом деле, то есть Рошану пойдет быстро, но может быть опять попытаться совровать Аегис, потому что на Драку они сюда точно не успеют. Нет байбэка, нет ума, даже если совровать Аегис, то можно просто умереть и сразу проиграть игру, хотя бы какие-то шансы на хайграунде есть. Да, не успевают просто пак туда, дабл дэмэдж так же внизу лежит, фричный Рошан для ван мув, в принципе, сейчас они могут поймали, а у него в КД БКП, а что делать-то? Еще и Войт Спирит на него садится, все-таки умирает найти на рвал, есть возможность для выкупа, но тем не менее, там Войт Спирит, сейчас реферашер Шардом на самом деле, он по идее на этого пака просто может сесть дважды и не дать ему выжить. Отлично, просто поймал он хуже пака, я даже не поверил, что он его убьет, но с Войт Спиритом конечно для него не смогли это сделать. Попытка поукнуть дровку на Эгиду, очень-очень быстро, страдает Морфлинг, РП сюда, хукшот, и очень больно Морфу, водичка, надо жить на Сфир, разваливает все-таки пока что Клокверка, дровка все это время била, она сейчас рестнется, умирает Морфлинг, остается последним номером здесь пака, и выжить у него явно не получится, а полноценный димфайп, гуд гейм, и победа на первой карте за коллективом Ван Му. Да, я просто смотрел, наверное, три последних файта, как только дровки по словам, димфайп, Морфа,